Вот счастливый билет. День действительно выдался на удивление счастливым. 22 августа глава Перми Игорь Сапко, глава администрации Дмитрий Самойлов и депутаты Градской думы оценили ход реализации инвестиционного проекта по капитальному ремонту трамвайного полотна на улице Горького. Ранее планировалось запустить движение электротранспорта в сентябре, но общими усилиями процесс был ускорен и движение открыли уже сейчас. То, что мы сделали здесь, полноценный трамвай на полотно, трамвай идет мягко, комфортно, это, безусловно, очень важно. Кроме всего прочего, он популярный у нас у жителей, еще с советских времен, мне кажется, и шестерка, и восьмерка. Всегда пользовался спросом. Помимо привычных шестерки и восьмерки, добавился новый маршрут – десятый. Он соединит индустриальный район с центром города. Время в пути теперь между конечными остановками сократится на 10-20 минут, а интервалы движения по будням в час пик составят в среднем 10 минут. А за счет применения новой технологии сварки швов трамвай движется плавнее. Знаковое событие уже оценили пермики. Это здорово, без трамвая в некоторые районы просто не попасть. Вот недавно я ходил пешком на Белинск, а так бы я сел на трамвай и доехал. Я думаю, очень важно, особенно для работников, которые работают, вот завод Свердлово и так далее. Ну и вообще, чем больше транспорта, тем для населения это хорошо. Регулярно хожу здесь пешком. Вот то, что сделано сейчас, конечно, это очень хорошо. Очень красиво стало, уютно. Чтобы все получилось, подрядчик полностью заменил существующие трамвайные пути, асфальтовое покрытие и проложил ливневую канализацию. Стоимость объекта 250 миллионов рублей. Около 237 миллионов – деньги краевой казны. 12,5 миллионов рублей – из городской. За счет софинансирования из регионального бюджета удалось выполнить большой объем дорожных работ, рассказывает Игорь Сапко. Ремонт улицы Горького находится на особом контроле у городских властей. Мы неоднократно проводили здесь выездные заседания и комитета, и профильной временной комиссии по контролю за ремонтом. Храйне важно, в том числе и в преддверии 1 сентября много детей. Начинают посещать детские сады, школы. Основные работы завершены. Остался косметический ремонт, благоустройство тротуаров, установка дорожных знаков, укладка трамвайных плит, а также озеленение прилегающей территории. Руслан Пепеляев, Иван Вранчухин, телекомпания Ветта.